Всем привет! Сегодня продолжаю рассказывать блогерам, начинающим о том, что нужно писать в названии видео и в описании, и про теги также. Я вам, конечно, уже рассказывала, но сейчас вот скажу о таком моменте, немаловажном, как перевод названия видео на английский язык. Ну, английский вообще считается международным, поэтому переводим в основном на английский. Вот у меня название видео «Новостройки Самары». Тут же я в скобках пишу «New Homes in the City of Samara», то есть перевод на английский язык. Если вы плохо знаете английский, то вы можете воспользоваться переводчиком Google, открыть эту страницу. Вот я вам сейчас покажу. Вот, например, переводчик. Открываете, вводите вот сюда русский язык и тут же переводите на английский. Потом копируете и вставляете уже на свой канал в название видео и в описании. В описании, вот сейчас я вам покажу, вот здесь вот видео о новых домах, построенных в городе Самара, 2016 год. И тут же я в скобочках пишу на английском языке перевод. Также, когда вы пишете теги, так же пишете теги на английском. Сначала вот идут на русском, потом на английском. Пишутся те слова, которые присутствуют в описании и в названии видео. Для чего мы пишем теги на английском? И вообще перевод названия и описания. Ну, конечно же, для привлечения, для просмотров, для подписчиков, для, так скажем, для большего просмотра, количества просмотра нашего видео. Естественно, сюда уже прибавляется аудитория со знанием иностранного языка. Английский считается международной, его практически знают все. Поэтому уже просмотров у вас будет в видео гораздо больше. Еще один немаловажный момент – это перевод. То есть рядом с основной информацией есть кнопочка перевод. Мы ее нажимаем. Сейчас я вам… А, конечно же, когда вы все введете, теги и названия, вот здесь вот есть внизу кнопочка «Сохранить». Сохраняем обязательно, не забываем. И потом нажимаем уже «Перевод». Здесь в переводе мы уже пишем, выбираем вот язык и пишем на иностранном языке название. Ну, можете, вот если вы здесь уже написали, можете скопировать отсюда и вставить сюда. Также сохраняем вот здесь вот, нажимаем кнопочку «Сохранить». И я вам еще покажу, что мы делаем в расширенных настройках. Это вот рядом, кнопочка рядом с переводом. Расширенные настройки. Ну, вот я открыла расширенные настройки. Здесь мы пишем категорию. Вот в данном случае я пишу «Путешествие». Язык ставим русский. И, что немаловажно, о чем я вам хотела сказать, обязательно нужно добавлять субтитры к вашему видео. То есть вот здесь вот кнопочку, галочку ставим «Субтитры других пользователей». Разрешить другим пользователям переводить субтитры и метаданные. Это для чего мы делаем? Для того, чтобы люди переводили на другие языки ваши видео, и количество просмотров у вас гораздо увеличится. Также я вот обычно здесь вот, ну, это как бы попутно, я уже вам скажу. Обычно я здесь ставлю галочку. Сейчас, секундочку, я вам покажу. Вот здесь вот, вернее, убираю галочку «Разрешить встраиваемое видео». То есть я не разрешаю, я убираю эту галочку, но это уже на ваше усмотрение. И обязательно внизу ставим «Сохранять», сохраняем информацию. Нажимаем «Сохранить», чтобы зафиксировать все то, что мы сделали. Не забывайте, пожалуйста, про субтитры и про перевод. Это очень важно. И в статистике вы, кстати, можете посмотреть, из каких стран люди просматривают ваши видео. То есть, когда вы ставите перевод, уже люди будут смотреть не только в России, но и в других странах. Так что, учитывайте вот эти вот мелочи, но они очень важные. Подписывайтесь на мой канал. И всего вам доброго. Я буду рассказывать вам о других подробностях и других секретах. Ну, так скажем, не секретах, а другой немаловажной информации для вашего канала.